Итак, здравствуйте еще раз. Я буду говорить об эндометриальном раке. Я буду говорить о руководствах ЕСУР, я буду говорить о том, что нового было туда привнесено в 2018 году. И я некоторые моменты освещу, которые были по большому счету затронуты коллегами до меня. Это пятый самый распространенный рак. 75% женщин в постменопаузе страдают от этого рака, и 3% это женщины младше 40 лет. Надо сказать, что 5-летняя выживаемость, это 96%, если это первая стадия, и 25%, если это четвертая стадия. Общее выживаемость 75%, 80% для первой стадии. И, как правило, вот это макропрепарат, который мы можем наблюдать. И я вам покажу то же самое, что патоморфолог только что демонстрировал до меня. Мы должны принимать во внимание и опираться на последнюю классификацию и принимать во внимание то, что изменилось, потому что мы все полагаемся с вами, опираемся на заключение патоморфолога. И последний пересмотр это классификация ВОЗ, которая была сделана в 2014 году. Итак, то, что касается диагностических алгоритмов, мы используем для скрининга ультразвук. У женщин в постменопаузе у нас срезовый период это равно либо выше, больше 4-5 миллиметров, если у нас двойная выстилка и утолщение до 4. Это исключает эндометриальный рак, с отрицательной прогрессической значимостью 96%. То, что касается женщин в доме, при менопаузе, если у нас толщина эндометрия больше 60 миллиметров, то здесь у нас будет 16 миллиметров, то чувствительность будет 67% и специфично 75% для выявления аномалии эндометрии. Опять, биопсия эндометрия дает нам точный диагноз. И МРТ – это то, что мы выбираем для того, чтобы стандировать дохирургически. Мы все еще полагаемся на ФИГО 2009 2009 года. Это ТНМ-классификация, это патологическая, хирургическая классификация, которой мы все пользуемся, знаем с вами стадии, о которых мы говорили уже ранее. И я могу вам немножечко рассказать о том, что может происходить, когда мы делаем оценку по МРТ. Стандирование в 2009 году Европейское общество радиологов СУР опубликовало руководство по стадированию рака эндометрия, но с тех пор они не обновлялись. Соответственно, в этом году было только сделано обновление. Это были новые руководства Европейского общества урогинекологов и радиологов. Здесь были пересмотрены, по большому счету, подходы к стадированию. И МРТ включено для того, чтобы отслеживать осложнения от терапии и также ответ на терапевтические и также отслеживание рецидивов. И какие же у нас вопросы? Это прежде всего глубина инвазия в миометрии, есть ли у нас инвазия в строму шейки и есть ли у нас увеличенные инвазические узлы. Это очень важно для планирования и для прогноза. Каким образом МРТ влияет на планирование терапии? Прежде всего, это зависит от стадирования, это зависит от сочетных патологий, которые наблюдаются у того или иного пациента, как правило. Это гистероктомия, если у нас мочеточники задействованы или болтеральная силингроктомия. И если у нас глубина инвазии или глубокая инвазия или у нас инвазия в шейку, то в этом случае это может быть также диссекция узлов лимфатических, либо тазовых и параортальной зоны. Итак, я уже сказала, что вышли обновленные руководства ЭСУР и с точки зрения того, как мы готовим пациента, пациентку у нас сегодня, как мы осматриваем пациентку, прежде всего мы используем МРТ 1,5 Тесла, мы используем дельбраскамин, мы используем мышечное или внутривенное введение или глюкогон внутривенно, скопламин внутримышечное внутривенно или глюкогон внутривенно. Мы используем катушки для оценки малого таза, мы также используем МРТ для пациенток во время. То, что касается последовательности, два последовательности в загитальной или в аксиальной косой проекции являются абсолютно обязательными. Также у нас здесь срезы должны быть меньше 4 миллиметров, не больше в любом случае. При подобной последовательности также очень важно, что мы не рекомендуем последовательности с жироподавлением в отличие от цервикального рака. То, что касается диффузионно-взвешенных изображений, они рекомендуются сегодня и обычно мы делаем две подобные последствия. Первая – это аксиальная таза и аксиальная опухоль. Соответственно, мы делаем аксиальное всего тело и аксиальное, извините, тело матки. И то, что касается нового в этих руководствах, я полагаю, что очень многое изменится, потому что сегодня мы используем все бы тысячи, и мы используем уже сегодня не тысячи, а все переходим на две тысячи. Соответственно, это не включено в руководство, и вот эта аксиальная косая проекция, она абсолютно необходима, если мы говорим о раке тело матки. Также был проведен опрос достаточно большой выборки, и, соответственно, это не мое личное мнение, это мнение очень многих экспертов. То, что касается использования контраста при эндометриальном раке, мы используем фацет 3D с жироподавлением в течение двух минут и трех секунд после введения контраста. Это очень важно. И также это самая лучшая диагностическая значимость для выявления рака миометрии. Вы видите, что здесь у нас может быть также многофазовый контраст, или это может быть единичный снимок или срез в косой проекции. И то, что касается лимфатических узлов, мы используем Т2-взвешенное изображение или DVI для того, чтобы выявить дистальные лимфатические узлы в таракальной области, например. И вы понимаете, что мы говорим о брюшной полости. Мы используем здесь диффузионную взвешенную или аксиальную проекцию. Но для пациентов с очень высоким риском рака эндометрия, в противном случае вы не увидите верхнюю часть абдоминальной полости или вам придется отправить пациентку на КТ. Это очень долговременная процедура, и зачастую мы теряем этих пациенток просто или диагностируем слишком поздно. То есть, по большому счету, у нас есть пациентки, где вы можете увидеть высоко дифференцированные опухоли, и мы можем захватить верхнюю часть абдоминальной полости сразу. То, что касается сервикального рака, техника МРТ, пациентки из-за стресса, вот вы видите, что здесь у нас мочевой пузырь, безусловно, будет наполовину заполненным, во-первых, из-за того, что она очень нервничает, и затем перистальтика кишечника нам мешает, конечно же, вот эта аксиальная проекция Т2, вот эта сагитальная после, выше таза, и вот как мы получаем вид, прекрасный вид тела матки, вот эта очень красивая Т2, опять-таки, последовательность после этого вы можете поменять проекции на корональную, на корональную, если вы хотите посмотреть на тело матки вот с этого разреза, или на аксиальную, с диффузионно-взвешенным изображением выше таза, и вот здесь вы видите введение контраста, и опять вы видите, мы именно это и делаем, если у нас есть необходимость, мы делаем Т2 взвешенные, потом диффузионные изображения, одно за другим, и если мы подозреваем, что опухоль прорастает в шейку, то в этом случае мы делаем аксиальную проекцию шейки, и вот здесь вы видите как раз такую инвазию, как раз она подтверждена, вот это нормальная анатомия, вы видите, что эндометрия здесь великолепно видна, вы можете увидеть абсолютно все, вы видите интенсивные сигналы, миометрия здесь, вот эта зона, и также вы видите здесь миометрии, внешний миометрии, внешний слой миометрии, и вы видите, что вы можете оценить интенсивность сигнала. То, что касается шейки, эндоцервикальный канал, вы видите его здесь достаточно хорошо, вы видите высокий сигнал, высокоинтенсивный сигнал, и у этой пациентки вы также видите очень хороший сигнал. Этот радиолог никогда не видел подобную ситуацию и хотел отправить на биопсию эту пациентку, но, безусловно, мы все знаем сегодня, что есть уже публикация о подобной ситуации, вы можете почитать, это нормальная абсолютно анатомия. Вы видите, что цервикальная строма здесь дает нам сигнал, достаточно интенсивный, и то, что касается накопления контраста, на Т2-взвешенном изображении через 30 секунд вы можете выявить маленькие новообразования, которые дают нам повышенный сигнал при нормальном миометрии, Но, опять-таки, самая лучшая опухоль, это через 2 минуты и 30 секунд, это самое лучшее время, когда мы можем оценить после введения контраста. Мы получаем гипоинтенсивный сигнал от миометрии, и опять, четкий диагноз все-таки дает нам гистология. То, что касается диффузионных изображений, вы знаете прекрасно, что у нас есть накопление жидкости, именно поэтому у нас здесь будет B между 1000 и 1200, и опухоли будут давать нам высокоинтенсивный сигнал. И самая частая карцинома эндометрии, это также мы ее путаем с полипом, и также у патомарфологов возникают сложности здесь, есть инвазия, также мы оценим инвазию в миометрии. И если опухоли являются либо изо-либо гипоинтенсивными по отношению к биометрии, мы можем также выявить метастазы в шейке и за пределами матки. И мы можем также определить специфические типы метастаз, как правило, это будут метастазы в влагалище. Но у меня была пациентка с метастазом за пределами миометрии, и еще два метастаза в просвет мочевого пузыря, и даже с прорастанием в стенку мочевого пузыря. Противопоказания внутривенного введения контраста существуют, потому что мы можем пропустить подобные метастазы, о которых я только что говорила. Соответственно, то, что касается лимфатических узлов, мы представляем, они могут быть у пациентов на ранних стадиях. Противопоказания при раке эндометрии и лимфатомии действительно являются достаточно противоречивой, и хирургическое стадирование это улучшает, но тем не менее никаким образом не влияет на выживаемость. Надо сказать, что рутинная лимфатомия не является методом, который мы выбираем при ранних стадиях, а вот это очень важный момент. Я на самом деле могу сказать, что в моем центре я получаю всех пациентов очень высокой группы риска, со всей Португалии, наверное, потому что у меня столько пациенток. Не знаю, как у вас, но у нас очень много пациенток, я полагаю, что именно потому что мы являемся третичным высокоэкспертным центром, соответственно, мы лечим вот этих пациенток, у которых высокий риск развития метастазов в области малого таза. И также вы можете сравнить уровень выявляемости при помощи МРТ и ПТКТ, у нас нет здесь серьезной разницы, значимой разницы ПТКТ, лучше выявлять удаленные метастазы. И есть несколько исследований, которые говорят о том, что у нас есть, так скажем, перехлёст между депозионно-взвешеным МРТ и есть ложноположительные случаи выявления злокачественных узлов. И лимфодоноктомия, опять-таки, требуется для пациентов очень высокой группы или при местном распространенном раке. Я могу вам продемонстрировать вот такую таблицу. Это таблица Американского колледжа радиологов. Это критерии, которые мы также принимаем. Для МРТ это будет 9, и для КТ – грудной клетки с введением контраста. Вы видите справа, никак не двигается курсор, но вот вы видите, что здесь у нас... Эта процедура рекомендуется только для пациенток высокой группы риска. Соответственно, мы задаем себе вопрос, это должно быть ПЭТ-КТ для этих пациенток, КТ грудной клетки с введением контраста. И это то, что классифицируется как 8 по рекомендациям. И затем 7 у нас будет для МРТ в лишней полости с и без контраста. Я не использую контраст для МРТ в лишней полости, я только его использую, или в дивизионный использую с контрастом, только у пациентов с очень высокой группой риска. Здесь у нас 9 для оценки лимфатических узлов при помощи ПЭТ-КТ. Это важно для пациенток высокой группы риска и также, так скажем, высоко дифференцированными опухолями. Вот это пациентка 73-х лет с сирозной эндометриальной карциномой. Запомните, пожалуйста, это была сирозная опухоль, недифференцированная. Вы таких пациенток, скорее всего, видите, это была сирозная эндометриальная карцинома. И вот это метастаз лимфатический узел. И пациентки, еще одна пациентка 57 лет, плохо дифференцированная эндометриальная карцинома. И что мы здесь видим? Мы видим здесь метастазы 2, легкая. Вы видите ПЭТ-КТ. И принимайте внимание, подобные случаи. Затем ключевая последовательность для нас – это Т2, взвешенная последовательность. И вы видите, что здесь у нас может быть более высокий сигнал внутреннего миометрия. Вы обязательно должны диагноз проводить с полипами, потому что их легко очень выявить на МРТ. И вы видите вот это изображение, которое очень хорошо отражает то, как все это выглядит. Вы видите, здесь центральное ядро, такая ядерная структура. И также вы должны принимать внимание лиомиома, такая слизистая лиомиома с низкой интенсивностью сигнала на Т2, в взвешенном изображении, если нет дегенеративного процесса. И опять-таки, здесь у нас гистология нам поможет в диагнозе. У нас есть некоторые ограничения, конечно же, при оценке эндометриального рака. У нас могут быть проблемы с диагностикой, у нас могут быть проблемы со стадированием. И если у нас вот такой большой рак, крупный рак – это эндометрий, это шейка, что это? Вы, безусловно, ошибетесь. И патоморфолог всегда будет иметь последнее слово. Мы можем все, что угодно, увидеть, но именно патоморфолог скажет последнее, свое заключительное слово. Иногда очень сложно, есть 3%, потому что это неадекватные находки на биопсии, и это аденокарцинома. То есть, соответственно, мы не знаем, где это – в эндометрии, в шейке, мы не знаем на биопсии. И вы видите, вы смотрите на вот такие критерии, которые были описаны вот в этой публикации 2011 года. Она очень важна от Варгаса из Соединенных Штатов. Вы должны посмотреть на эпицентр опухоли больше, чем 50%. Эдометриальное утолщение эдометрия, затем инвазия в миометрии, самая гетерогенная и фильтративная часть опухоли. В этом случае мы решили, что это эндометриальная карцинома. Итак, то, что касается других проблем, доброкачественные поражения зачастую могут выглядеть, как эндометриальный рак. Полип я вам уже показывала на диффузионном взвешенном изображении. Вы видите, как хорошо себя ведет полип. Вот это полип. Безусловно, здесь вы видите, что у нас нет ограничений. То есть, нет злокачественного процесса. ADC будет гораздо меньше, чем у доброкачественного и нормального эндометрия. То, что касается локализации опухоли. Вот это очень особенная ситуация. Я его здесь вам показываю, потому что все из нас ошибаются. И это была одна из моих ошибок, на самом деле. Одна из них. Одна из многих, которые я сделала в своей жизни. Вот здесь у нас небольшая опухоль. И здесь вы видите ее на сагитальной и на косой аксиальной проекции. И эта пациентка, у нее был эндометриальный рак после 5 лет. После того, как ее пролечили, она получала лучевую терапию по поводу рака шейки. Поэтому у нее уже фактически нет шейки. И затем эта опухоль начала распространяться, расти. И я ее не уловила вначале. Почему я ее пропустила? Потому что у этой пациентки, у нее вот такая была матка. Она была похожа на Микки Мауса с двумя ушами. То есть это были две лиомиомы в каждом углу. Поэтому вы видите здесь правую лиомиому, и под ней была опухоль. И левая лиомиома вот здесь. Это черный-черный такой сигнал. И на сагитальной проекции фактически невозможно увидеть, но коронарная проекция матки дала мне очень четкий вид. Просто принимайте подобные вещи. Соответственно, если мы начали с вами со стадирования, 80% это стадия первая. Это 1А, это меньше 50% миометрия. И 1Б, это больше 50% миометрия. Глубина инвазии в миометрии 1А, это 3%, и 1Б, это 46% леватических узлов. Это будет метастаза в леватические узлы в зависимости от глубины инвазии. И вот это вот находки на МРТ. При первой стадии, вы видите, у нас может быть нерегулярный эндометрий. Как вот в этом случае, например, и здесь вы видите, что прикрепление, прорастание опухоли в стенку матки. Здесь вы также видите, что в 50% это будет 1Б, как вот в этом случае. Это прорастание опухоли за пределами миометрия. Каковы же у нас ошибки? Огромное количество. На самом деле, те ошибки, которые усложняют вашу жизнь, это, во-первых, огромное количество потерь в анатомии, в анатомических структурах фетезом, потому что это может быть истончение миометрия, это может быть лиомиомы, это может быть этаноматоз, это может быть доброкачественные полипы. Вот уже говорилось о том, что это очень сложно. Врожденные аномалии, это может быть опухоли. И также могут быть сложности в различении структуры опухоли и миометрия. И, соответственно, мы должны использовать контраст, мы должны использовать диффузию. У женщин в постменопаузе 3-4 мм мы можем их не идентифицировать. Что мы можем сделать? Антиперистальтики мы можем использовать для того, чтобы улучшить ситуацию с артефактом, и можем использовать контраст. И здесь мы не знаем, это внешнее или не внешнее. И если мы посмотрим с вами на аксиальную проекцию, можем сказать, да, действительно, это 1А, без сомнений. Еще один пример. Вот эта матка. Здесь было большое количество алиомиом, но проблема заключалась в том, что они сосуществовали с доброкачественными полипами. И вот эта опухоль, а вот эта полипа, вот эта опухоль наверху, полип внизу. И мы можем достаточно хорошо все визуализировать без инвазии в миометрии. Вот вы видите, как это все располагается. И не всегда это все так просто. Еще одна проблема, это если у нас есть искажение в основании полипоидной опухоли. А вот здесь вы можете определить инвазию или нет, отделить от инвазии. Миомиома находится вот здесь. Вот здесь находится опухоль, и нет никакой инвазии. Миометрии как бы растянут, и для того, чтобы поместить весь объем опухоли, миометрии растянут вокруг нее, поэтому очень сложно сделать диагностику, провести диагностику. И еще один очень сложный случай. Вот эта пациентка, у нее была лучевая терапия в анамнезе по поводу рака шейки 6 лет назад. Теперь вы видите, что здесь у нас полный коллапс шейки, и кровоток наполнял эндометриальную полость. Здесь вы видите также опухоль, которая помещается, эндометриальная опухоль. И надо сказать, что то, что касается контраста, посмотрите, как он накапливается с таким растянутым миометрием. Вы видите, что здесь это стадия 1b. То, что касается инвазии циррикальной стромы, во-первых, это очень высокий риск рецидивирования, должна быть лучевая терапия. Вот здесь вы видите как раз сагитальную проекцию, прорастание в строму, и на аксиальной проекции шейки вы видите, с контрастом вы видите, что опухоль имеет инвазию в циррикальную строму. Какова здесь проблема? Если у нас есть нормальное усиление эпителия шейки, вы видите, что здесь пролапс опухоли в эндометриальный канал, но если вы не можете это увидеть на Т2, посмотрите на контраст, на проекцию с контрастом. Здесь будет циррикальный канал, и она, так скажем, прорастает, пропадает во влагалище. Каковы у нас здесь проблемы? Вот этот список, он может быть достаточно сложным, и мы можем с осторожностью здесь говорить о том, есть ли у нас инвазия в циррикальную строму или нет. Или нет? Стадия 3А. Здесь у нас инвазия в серозную оболочку, и вот посмотрите, здесь 3А. Это список тех опухолей, которые могут осложнять вашу жизнь в значительной степени. Вы видите... Вы видите, по большому счету, инфильтрацию, и это болезнь, которая мимикрирует, так скажем, метастазы в яичнике, и вы также видите, что это были сложности у патоморфолога, который выступал до меня, если у нас есть вот такой синхронный процесс в эпителии и в матке и в яичниках, то, скорее всего, это будет... Ой, извините, пожалуйста, немножко задержался. Стадия 3А. Вы видите, здесь метастазы. 3Б. Здесь у нас прорастание влагалище или в параметрии. И также здесь вы должны правильную проекцию выбрать для того, чтобы все оценить. Здесь мы пропустили метастазы во влагалище, которые мы очень хорошо можем здесь визуализировать после введения геля. И здесь у нас, опять-таки, 3С1, 3С2. Здесь у нас реактивный лимфатический узел увеличен, и вы видите, что лимфатические узлы, это очень важно, потому что они могут быть реактивными. Вот это инвазия в прямую кишку. Здесь вы видите 4А, 4Б, потому что удаленные метастазы. И здесь вы видите диффузионно-взвешенное изображение. Здесь вы можете в верхней части брюшной полости определить удаленный метастаз. И вот это МРТ, то, что нам действительно помогает также оценить эффективность терапии. Также функциональные техники очень важны. Потому что таким образом можем избежать ошибок при диагностике эндометриального рака. Большое спасибо за ваше внимание. У аудитории вопросы. Наверное, у нас есть время на один вопрос. Можно я его задам? Вопрос практического плана. Было нам постулировано, что рекомендации европейского общества урогенитальной радиологии рекомендует МРТ малого таза для клинического стадирования пациентов раком тела матки. У меня вопрос касательно пациентов как раз первого патогенетического варианта по Бохману. Пациенты, у которых существует триада сопутствующей патологии, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и ожирение. Мы коллекционируем этих пациентов с ожирением от Москвы до Владивостока. Они приезжают к нам. Мы научились их оперировать. Раньше им отказывали в хирургическом лечении в связи с сахарным диабетом, выраженным ожирением, коморбидным. Сейчас они оперируются у нас лапароскопически. Анестезиологи научились проводить анестезию этим пациентам. Но сейчас к нам приезжают такие пациенты, которые по техническим причинам не могут подвергнуться МРТ. Они не помещаются в аппараты. То есть вес больше 180 килограммов, индекс массы тела больше 40. Хотел бы услышать ваши рекомендации по клиническому обследованию этих больных в том случае, если МРТ малого таза невозможно. Вы можете всегда попробовать зум. У нас есть КТ, в зоопарке, извините, у нас есть КТ для животных, для слонов, и они могут туда поместиться. И мы так делаем в Лиссабоне. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо.